Мы поговорим с вами о том, каким же образом вот эта традиция греческая, как она оказалась в рамках еврейского мира. Но прежде чем это сказать, я скажу два слова о той эпохе, пока с моей точки зрения греческая мысль, философская греческая мысль на еврейскую традицию не влияла. Это весь талмудический период. Талмудический период, мы можем датировать его со 2-го примерно по 8-й, скажем, век. В течение вот этого всего периода, несмотря на то, что еврейская культура находилась определенную часть этого времени в рамках греко-римской культуры, потом, может быть, в рамках культуры вавилонской, где тоже частично эта традиция присутствовала, философская. Тем не менее, с моей точки зрения, на протяжении всего талмудического периода истинного контакта между взглядом философским, между философским методом, между способом познания, о котором мы говорили, и еврейской традиции не было. Хотя, например, ислам почти с самого начала своего рождения тоже использует, так же, как и христианская культура, точно так же использует всю философскую традицию, переводит интенсивно на арабский язык огромное количество греческих текстов и, собственно говоря, начинает развиваться мусульманская, теперь уже философия, арабская философия, о которой мы скажем чуть позднее. Что же происходит вот в этот период, как его можно охарактеризовать? Вкратце, период, который называют талмудическим. Что за взгляд лежит в основе, как мне кажется, вот тех мудрецов талмуда, которые, собственно говоря, на протяжении такого продолжительного времени развивали еврейскую культуру. Это взгляд очень изысканный и не так просто его объяснить, поэтому для того, чтобы объяснять все это подробно, для этого необходимо как бы отдельные занятия. Я сейчас скажу, опять же, очень схематично, если будет что-то непонятно, мы потом проясним. Талмудическая традиция характеризуется тем, что она начинается в каком-то смысле с того, что еврейский народ находится вне земли Израиля, и храма нет как такового. То есть проект в том виде, в котором он, собственно говоря, должен был бы и быть в идеале. Самая высокая земля, приходим в самую высокую землю, находим там самое высокое место, строим самую высокую башню. У кого-то, может, с Вавилонской башней ассоциацией возникнуть. Ну, это правильная, на самом деле, ассоциация. Вавилонская башня — опасная вещь, а храм — нормальная вещь. То есть можно же башню построить нормальную, можно построить плохую. Мы строим хорошую башню, строим эту хорошую башню, дотягиваемся до неба, или наоборот, привлекаем небесный мир к нам, и это соединение небесного мира с земным и даст свет всем народам. Не народу Израиля, а всем народам. Но в тот момент, когда этого всего нет, возникает вопрос, ну а что делать? Заминитый вопрос. Всем казалось, что это русский вопрос, а он на самом деле, в общем, как это часто бывает, оказался. Еврейский, изначально. Что делать в такой сложной ситуации? Не помню, говорил я в прошлый раз или нет, скажу это еще раз. С моей точки зрения возникает очень сложная система взаимоотношения с сакральным текстом, при котором, по сути дела, жизнь иудея, она сводится к тому, чтобы, я сейчас образно скажу, чтобы жить под сенью этого сакрального текста. То есть существование под сенью сакрального текста, оно может, можно реализовывать это по-разному. Ну как можно это реализовывать? Предположим, вот у меня есть писание. Я могу, ну не знаю, разыграть, например, проиллюстрировать. Вот есть принесение в жертву Исаака. Я могу же разыграть эту историю, как бы проиллюстрируя ее. Что, собственно, почему я говорю про такую иллюстрацию, вам она может показаться какой-то странной, но нет, средневековые христианские мистерии именно таким образом и происходили. Это розыгрыш на протяжении нескольких дней, недели, больше, разыгрывается определенный эпизод. Вся там община, она как бы разыгрывает этот эпизод, иллюстрирует его. То, что произошло с культурой Талмудической, это совершенно другой ход. Это не иллюстрация, ход не иллюстративный, а ход своего рода перенесения, определенного перенесения сакрального текста в действительность, но не иллюстративного. А именно, установление связи между этим сакральным текстом и каждым действием, которое я произвожу. То есть, в пределе каждое мое действие, оно является своего рода отражением вот этой самой сакральной истории. Есть глобальный сюжет, глобальный сюжет возвращения в Эдемский сад, но этот сюжет, он детализирован, есть история сакральная. И предполагается, что на самом деле отражение этого сюжета, оно может найти себе место просто в моем будничном существовании. Ну, вообще в любом моем деле. Когда я ем, когда я сплю, когда я занимаюсь торговлей, чем бы я ни занимался. На самом деле, любое из моих действий, оно должно являться своего рода, быть определенным вот этим самым сакральным текстом, этим указанием. Для того, чтобы это произошло, возникает такая техника, как мидраж. Мидраж. От слова ли дрожь, требовать, взыскивать. Это некая техника. Часто вы, наверное, знаете слово мидраж, его переводят как толковать сегодня. Этот перевод не совсем адекватный, ну, может, он адекватный сегодня, но изначально, если мы к этимологии этого слова вернемся, то это требование, взыскивание, можно сказать, пытать. То есть сакральный текст пытают на предмет того, чтобы он дал ответ, что мне делать в той или иной ситуации. И то, что возникает как бы как, вот у нас небо, да, есть Адам, есть, и есть Адама. Три героя Писания. По сути дела, нам необходимо, нам, я имею в виду, вот фарисеям, да, нам необходимо каким-то образом описать взаимоотношения человека с землей и отношения человека с небом, потому что это и есть, собственно, его задача, да, он должен их соединить, эту землю с небом. Как же нам описать это? Нам это можно описать следующим образом, если мы возьмем более широкую картинку того, что из себя представляет человек. То человек — это, ну, например, это муж, жена, брат, брат, господин, раб и так далее. Я могу перечислять. То есть на самом деле я беру взаимоотношения, по сути дела, человек-человек. Это те взаимоотношения, которые я знаю. То есть это то, собственно говоря, что является нашей жизнью. И метафорически переношу их на взаимоотношения с землей и на взаимоотношения с небом. Тогда получается, что у меня, например, муж-жена — это отношения вроде бы между людьми, а с другой стороны муж — это на самом деле бог, а жена — это народ Израиля или человек. Человек может оказаться во взаимоотношении муж-жена с небесным миром. Может оказаться во взаимоотношении господин раб. Может оказаться во взаимоотношении пастырь и его стадо. Я могу оказаться и в таком взаимоотношении. Но тогда на самом деле моя жизнь земная является чем? Она является в этом смысле отражением вот этих метафор взаимоотношения с миром небесным. То же самое касается Земли. Земля воспринимается как женщина, а человек по отношению к ней, мужчина, он её обрабатывает. То есть вот эти метафоры социума, отношений в социуме, они оказываются, переносятся на взаимоотношения между небом и землёй. Таким образом получается, что всё моё бытование, скажем так, внутри вот этих отношений между людьми, отношения человека с землёй, отношения человека с животными и так далее, они оказываются не просто, ну как бы такими будничными, они приобретают сакральное значение. И то, что я пытаюсь делать, я пытаюсь их прописать определённым образом. Как же их мне прописать? Как мне прописать, каким образом муж должен взаимодействовать с женой или брат должен взаимодействовать с братом? Ну я должен обратиться куда? Я должен обратиться, конечно, к указанию. Слово Тор означает указание. Из этого указания с помощью вот этой самой техники определённой, которая называется Мидраж, выявить, что же мне делать в том или другом случае. Когда я это произвожу, это действие Мидраж, то я понимаю, что, собственно говоря, мне нужно делать в том или ином случае. Это становится законом, становится нормой. И тогда я действую каждую минуту своей жизни в соответствии с этим указанием. Такая получается грандиозная картина. У меня нет вообще без указания, нет ни одного шага. Я не делаю помощь без указания. И здесь можно говорить, сейчас мы не будем, конечно, эту тему открывать, подробно об этой технике, как это всё сделано и так далее. Возникает своего рода птичий язык, язык устной Торы, который нельзя записывать. Этот язык, на котором говорят мудрецы Талмуда, но они на нём определённым образом говорят, так что на самом деле никто ничего не понимает. И может быть и по сей день толком никто ничего не понимает, что они там говорят, потому что это особый язык. Но важно то, что вот эта Тора устная, она является корреляцией нашей жизни с вот этой самой письменной Торой. В широком смысле. Письменная Тора — это не пятикнижие, а имеется в виду весь корпус. Но если говорить совсем кратко и схематично, после того, как у нас нет храма и нет возможности реализации вот этой задачи в простом её таком исполнении, необходимо к этому ещё прийти, то можно сказать, что вопрос того, над чем мы работаем вот в этом самом проекте, он смещается. Если мы до этого должны были в каком-то смысле трансформировать Землю, ну как трансформировать Землю, чтобы она приблизилась к Нему, то теперь мы занимаемся, если хотите, трансформацией человека. Потому что над этим тоже можно работать. Мы, по сути дела, можем теперь задуматься о задаче нового человека. Что это за новый человек? Новый человек — это человек, который действует согласно указанию Тора, который вообще-то говоря никакого отношения в каком-то смысле с земным, с чисто земным не имеет. Всё земное, оно на самом деле окрашено этим божественным указанием. Вот это и будет новый человек. Он будет не спонтанным. У него вообще нет спонтанных действий. Он будет действовать в соответствии, все его действия, я тотально возьму это, и все его действия будут определяться божественным словом. Такого рода человека мы взрастим. Ну а дальше такого рода человеку, ясно он как бы, тут уж он может быть и без земли дотянется. Но если нет, то он Землю тоже трансформирует, потому что он научится уже, он сам, собственно говоря, обладает вот этими самыми техниками самовоспитания, которые можно перенести, в том числе на взаимоотношения с землей, ну в широком смысле с землей, не с почвой, а с землей как с миром, который его окружает, и который он сможет трансформировать. Это то, что касается мудрецов Талмуда и их взгляда на то, каким образом реализуется вот этот самый проект монотеистический после разрушения храма. Можно говорить об отдельных концептах, которые возникают исключительно в талмудической литературе, например, концепт будущего мира, который на самом деле этого мира и будущего мира, которого нет в Писании. Можно говорить о концепте в связи с будущим миром. Вообще трёх миров. Есть будущий мир, есть этот мир и есть мир мёртвых. Мир мёртвых относится к нашему миру примерно так же, как наш мир относится к будущему миру. Поэтому мир мёртвых — это те, кто погружены в землю. Они погружены в землю и вообще-то, говоря, должны взойти, всходы должны войти, воскрешение из мёртвых. А вообще-то, говоря, воскрешение из мёртвых — это переход в будущий мир. То есть в этом мире мы, на самом деле, мертвы по отношению к будущему миру. Точно так же, как мертвецы здесь, мертвы по отношению к нам. И преодоление вот этого расклада на три мира. И есть, собственно говоря, попытка вернуться. То есть вернуться в райское состояние или обрести вот этот самый будущий мир, то есть стать по-настоящему живыми. Ну, например, с этим связаны законы, которые запрещают, например, каэнам, священникам находиться на кладбище. С этим связаны вообще законы ритуальной нечистоты. Ритуальная нечистота, она связана как раз с мёртвым телом. Ритуальная нечистота — это близость смерти. И вот это от близости смерти те, кто находится на передовой небесного, так сказать, проекта, они должны держаться подальше вот этого мира, потому что занимаются, собственно говоря, переходом вот в этот мир максимально живых. Но это как бы только одна из концепций, которые возникают в рамках талмудического иудаизма. Можно ли такую концепцию назвать философской? Нет, нельзя, конечно. Потому что с чем она связана? Никто не исследовал, как устроен мир или что-то такое. А с чем она связана? Она связана с определенного рода восприятием, проработкой вот этой глобальной мифологемы писания. То есть она связана с проработкой этого сюжета на том или ином уровне. То есть по сути дела она является чем? Она является продолжением вот этого как бы творчества под сенью сакрального текста. Я поэтому так это и назвал. И в этом смысле, конечно, не имеет ничего общего с философским мышлением. Оно является образным, оно является метафорическим, оно является каким угодно, но точно не является философским в греческом понимании этого слова. А в нашем сегодняшнем понимании иногда мы можем сказать, что это философское. Потому что сегодня у нас произошла такая с философией беда. Ну не у нас, она давно стала происходить. Когда философию стали покидать разные науки. Музыка ушла отдельно, астрономия ушла отдельно, физика ушла, математика ушла. То есть никого не осталось. В общем, у бедной философии сегодня. Кто остался с философией так еще более-менее? Только литература. Ну тогда да. Если философия — это литература, то в общем да. Мы же говорим, что Достоевский философ. Правда же? Есть такое у нас иногда. Ну в каком смысле философ? В том смысле, что литература и размышления о мире вообще, как там типа без специального его изучения, иногда называется философией. Но это новое значение слова философии, которое для средневековья, а тем более для античности, совершенно не подходит. Еще один блок мы закончили. Если есть вопросы, пожалуйста. Да. У меня может быть будет вопрос не про темы. А так вот, сколько всего существует в Талмудах? Я знаю, Вавилонский Талмуд, он основной, а еще и все слышали. Да, есть Вавилонский, есть Иерусалимский Талмуд. А Палестинский я слышал? Это то же самое. Палестинский Талмуд — это Иерусалимский Талмуд. Иногда его называют так, иногда так. Ну понятно, есть два Талмуда. В основном используется Вавилонский. Да, в основном используется Вавилонский. Вавилонский был составлен позже, он больше по размеру, и там редакторская работа более интенсивная была проведена и более качественная, можно сказать. И поэтому он является... Ну не поэтому, есть еще целый ряд причин, по которым Вавилонский Талмуд стал основным, в том числе и для ашкенавских, предположим, евреев, хотя он был создан в Вавилоне. Еще вопросы? Да? А вот, если вот этой философии придерживаться, мертвые воскреснут, взойдут, так сказать, в будущий мир, они к нам не должны входить, понимаешь, когда в будущий мир только они воскреснут? Ну, они воскреснут, а потом, там более сложная история, они не сразу воскреснут в будущий мир, сначала они все воскреснут, а потом все вместе, все вместе двинемся в будущее. Это будет возможно, да? Ну, там, здесь уже отдельно можно говорить о том, каким образом описываются эти процессы, они описываются неоднозначно, то есть нет одинакового... То есть попадание из мертвого мира в наш мир, ну, вот пока еще нет будущего мира, это, в принципе, нюансы, правильно? Это не должно так быть? Должно, нет, почему? Это как раз так и должно быть. То есть мертвые воскрешают, это пока еще наш мир, они воскресли, теперь все прекрасно, и теперь мы вместе с ними двинулись в будущий мир. Ну, там через еще какие-то, коль какие тернии, там война, Гог и Могог, туда-сюда, то есть там, как бы, вся эта история, она описывается в разных источниках, по-разному. Нет однозначной картинки, особенно если иметь в виду еще апокрифическую литературу, то, в общем, вот эти процессы, процессы конца времен, они являются предметом отдельного исследования такого, как, собственно говоря, рисуют эти картины разные представители, там, предположим, талмудического иудаизма или апокрифической литературы, они совпадают они или не совпадают.